Порядка на дорогах станет больше. Сенаторы одобрили закон об организации транспортного движения. Что изменится? Работа есть работать некому. О квалификации выпускников казахстанских колледжей говорили в Сенате. Олимпиада в мире программирования, престижный в мире IT-конкурс впервые прошел в Казахстане. Здравствуйте! Пришло время Сената. В Казахстане ужесточат требования к водителям. На неделе сенаторы одобрили закон об организации транспортного движения. Его главная задача – навести порядок на казахстанских дорогах. Изменения касаются широкого круга вопросов. Например, мопеды теперь будут приравниваться к механическим транспортным средствам, а их владельцы будут обязаны регистрировать свой транспорт. Кроме того, вводится ряд дополнительных требований к безопасности пассажирских перевозок и обучению водителей транспортных средств. Напомню, что ситуацию на дорогах раскритиковал и президент страны. Касым Жумар-Тукаев призвал госорганы сделать все, чтобы снизить смертность на дорогах. Именно поэтому законодательные новеллы, которые инициировали депутаты, направлены на то, чтобы повысить эффективность регулирования вопросов в сфере организации движения отдельных видов транспортных средств. И в первую очередь речь идет о мопедах. Этот вид транспорта стал широко распространяться у нас в стране. Водители – это зачастую молодые люди, которые не всегда соблюдают правила дорожного движения. Теперь их средства передвижения включены в перечень механических транспортных средств. И для них предусмотрено установление обязательной государственной регистрации. Это значит, что они обязаны будут наравне с остальными водителями получать госномера. Помимо этого, новый документ наделяет место исполнительные органы компетенцией по определению инфраструктуры для электросамокатов. На то, что эти самокаты разбросаны по городу и доставляют неудобства, казахстанцы часто жалуются. Еще одно нововведение будет касаться норм по цифровизации дорожной безопасности. Комментируя одобренные законы, Молин Ашимбаев подчеркнул, что дорожно-транспортные происшествия, которые происходят сегодня в разных регионах страны, вызывают большое беспокойство у общественности. В своем послании президент страны Касамжумар Кемелевич Тукаев уделил особое внимание вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Рассмотренные сегодня законы предусматривают совершенствование законодательства в области организации дорожного движения. Предусмотрены также нормы, направленные на дальнейшую цифровизацию дорожной безопасности. Кроме того, вносятся изменения в части регулирования деятельности операторов техосмотра. Надеемся, что одобренные законы усилят ответственность водителей при управлении транспортом и будут сопутствовать повышению безопасности на дорогах. Проблемы системы кредитования агропромышленного комплекса подняли на этой неделе сенаторы. Сенатор Амангельды Нугманов рассказал, что несмотря на значительные вложения в аграрный сектор, его развитие остается медленным и малоэффективным, отметив, что для устойчивого роста сельское хозяйство нуждается в качественно новом уровне поддержки, особенно в части кредитования. Амангельды Нугманов рассказал, что казахстанские фермеры уже не первый год заявляют о катастрофической нехватке кредитных средств. И это при том, что государство ежегодно направляет значительные средства на поддержку АПК. Причина такого парадокса на сегодня заключается в том, что сельскохозпроизводители не проявляют интереса к кредитованию через банки второго уровня и аграрную кредитную корпорацию. Причинами являются длительный процесс кредитования, залоговая политика, высокая процентная ставка до 23, а также короткий срок кредитования. Вместе с тем, действующий механизм кредитования в сфере сельскохозяйства под 2,5% предусмотрен только для крупных проектов и по направлениям указанным правилам кредитования проекта в сфере агропромышленного комплекса, утвержденных приказом министра сельскохозяйства от 31 августа 2023 года под номером 322. То есть кредитование на оборотные средства и иные проекты не предусмотрено. Кроме того, депутат акцентировал внимание на нерешенном вопросе фондирования малого и среднего бизнеса, о чем говорил также в своем послании народу глава государства Касымжумар Тухаев. В этой связи сенатор Нугманов предложил рассмотреть вопрос внесения изменений в правила в части ведения кредитования иных приоритетных проектов в сфере АПК, определяемых центральными и местными исполнительными органами. Парадоксальную ситуацию на рынке труда озвучил депутат Евгений Больгерт. В стране ежегодно растет число выпускников профессиональных колледжей. Рабочих этих специальностей на рынке все равно не хватает. При этом сами учащиеся остаются без работы или выбирают профессию не по диплому. Вот только несколько цифр. По статистике ежегодно 274 колледжа страны выпускают больше 11 тысяч специалистов для машиностроения. На это тратится свыше 5 миллиардов бюджетных тенге в год. Однако по состоянию на 2022 год лишь 67% выпускников нашли работу. И из них около 70% трудоустроились не по специальности. Почему на рынке труда сейчас складывается такая ситуация и связано ли это с квалификацией молодых специалистов, нам пояснил депутат Евгений Больгерт. У нас год от года финансирование на сферу технического и профессионального образования растет. Второе, мы видим по статистике, что количество учащихся тоже увеличивается. Но нонсенс заключается в том, что всего лишь 20% от выпускников колледжей приходят на производство. То есть получается, что мы воспроизводим из года в год работников, которые по идее должны были бы замещать незакрытые вакансии на предприятиях. Однако в эту сферу они не приходят. У нас не хватает элементарно рабочих рук. Почему так происходит? На мой взгляд, у нас, во-первых, есть проблема, связанная с непопулярностью, скажем, рабочих специальностей. Хотя, наверное, работа по профориентации, посещение предприятий учениками, школ и так далее, это то, чем нужно заниматься, потому как современные предприятия, ну, в частности, машиностроительные и не только, они уже давно выглядят не так, как, возможно, представляют это родители, которые выбирают для своего ребенка обучение в высшем учебном заведении, предполагая, что так он гарантированно вытянет счастливый билет в жизнь. На самом деле, можно зарабатывать достаточно прилично и иметь очень хорошие условия труда сегодня, будучи специалистом рабочих профессий, которых у нас в Казахстане большой дефицит. Помочь переработчикам твердых бытовых отходов попросили сенаторы правительства. Почему этот вопрос важен для нашей страны? Не секрет, что в Казахстане растет число стихийных свалок, а действующие полигоны в прямом смысле захлебываются от мусора, хотя все отходы можно было бы перерабатывать, получая при этом двойной эффект – чистые города и новое производство. Для решения проблемы, по мнению сенатора, необходимо помогать предпринимателям. Для этого государства нужно важно компенсировать 25-30% инвестиционных затрат на строительство соответствующего завода. Депутат предложил правительству открыть пункты приема пластиковых контейнеров и изделий. Также он считает необходимым штрафовать предприятия, выбрасывающие строительные или крупногабаритные отходы на несанкционированных свалках. Только около 18-20% отходов перерабатывается. Одна из причин этого – отсутствие мотивационных мер как для населения, так и для бизнеса. Поэтому необходимо субсидировать бизнес-проект по строительству завода для сортировки и переработки отходов из республиканского или областного бюджетов. Правительство должно рассмотреть возможность компенсации 25-30% инвестиционных затрат на строительство завода по переработке отходов и частичной субсидии объема перерабатываемых отходов. Финал Чемпионата мира по программированию прошел в Астане. 48-й по счету чемпионат ICPC прошел в столице под эгидой Казахстанской Федерации спортивного программирования. ICPC – это крупнейшая студенческая командная олимпиада по программированию. И каждое ее проведение – настоящее событие в мире IT. И то, что Астана принимает финалистов у себя, подчеркивает растущее значение Казахстана на глобальной технологической арене. Отметим, что это старейший, крупнейший и самый престижный чемпионат по спортивному программированию, который собирает сильнейшие вузы из 110 стран мира. Всего в финале 48-го чемпионата, который проходит с 15 по 20 сентября в Астане, принимают участие 600 программистов со всего мира. Приветствую финалисту престижного мирового первенства. Спикер Сената подчеркнул, что для Казахстана цифровизация и IT-сфера – приоритетные направления национального уровня. Президент страны Хасамжумар Кемельевич Тукаев придает особое значение вопросам цифровизации и развитию IT, искусственного интеллекта, внедрению инноваций. В Казахстане поддерживаются стартапы и внедряются передовые технологии. У нас создаются IT-хабы и технологические центры. И мы гордимся тем, что на сегодняшнем чемпионате Казахстана представляют пять команд, ведущих технических вузов страны. Это было «Время Сената», где мы рассказываем вам о том, как обсуждаются и одобряются законы, направленные на повышение социального благополучия всех граждан страны. Еще больше новостей о деятельности сенатора вы можете узнать на официальных аккаунтах палаты в наиболее популярных социальных сетях Facebook, Instagram, YouTube, TikTok и Telegram. Подключиться к обсуждению вопросов, написать свои комментарии и иметь возможность смотреть заседание палаты в прямом эфире можно, просканировав своим смартфоном QR-коды, которые сейчас вы видите на своих экранах. Подписывайтесь на аккаунты Сената и оставайтесь в курсе событий. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова